250 предложений по совершенствованию процесса оказания госуслуг внесли в профильном ведомстве. Как итог, 17 услуг стали доступны на портале электронного правительства. Провели 11 интеграций информационных систем и внедрили больше 30 поправок в нормативно-правовые акты по устранению коллизий. Всего в агентстве по делам государственной службы разработали почти 400 предложений по дебюрократизации деятельности госаппарата. Порядка 384 услуг сегодня являются срочными. То есть результат оказания этой услуги имеет свой срок. К примеру, удостоверение личности у нас при получении действует 10 лет. Или цифровой ключ у нас сроком на один год. И каждый раз услугополучатель обязан по истечению этого срока вновь обращаться за этой услугой. Мы ставим вопрос о том, во-первых, два момента. Насколько оправдано в целом установление такого срока. И насколько возможно установление бессрочного режима для этих услуг. Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту по сотрудничеству с Венесуэлой. Президент Белоруссии принял главу МИД республики Ивана Хильпинта в Минске. Белорусский лидер назвал Венесуэлу давним партнером. Он отметил, что взаимодействие между двумя странами замедлилось. В частности, из-за внешних факторов и призвал вывести сотрудничество Минска и Каракаса на новый уровень. Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы рассказал о планах по развитию сотрудничества, прежде всего в сферах торговли и промышленности. Министры и руководители предприятий обеих стран обсудят конкретные шаги на заседании, которое пройдет в ноябре. Александр Лукашенко заявил, что МИД Белоруссии готов выполнить все договоренности с Венесуэлой до конца года. Нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Угачалеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Белоруссии. Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим Кубу, мы согласны. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Большой объем работы нас ожидает, и мы ориентированы развивать дальше не только наши политические контакты, но и усилить наше торгово-экономическое сотрудничество. 25 октября 2023 года в Кыргызстане вводят госрегулирование цен на уголь. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции. Ведомство отвечает, что регулирование цен на твердое топливо будет действовать 90 календарных дней. Решение принято для недопущения роста цен на уголь, обеспечения его ценовой доступности для населения, а также с учетом особой социальной значимости угля для населения и имеющихся рисков, необоснованного повышения цен на него в отопительный период. «Мы продаем уголь только после предъявления гражданами паспорта. Сейчас наши продажи набирают обороты. Уголь, который нам доставляют, хорошего качества». Почти 94 миллиона долларов понадобится для восстановления афганской провинции Герат после серии разрушительных землетрясений. Подземные толчки унесли жизни почти 6 тысяч людей, разрушили десятки населенных пунктов. В администрации провинции заявили, что власти ищут подходящие участки для строительства новых домов. Помощь в этом и оказывают частные строительные компании. Тем не менее, этого объема поддержки недостаточно. После прихода к власти нового правительства ООН свернула ряд программ по предоставлению помощи для афганских жителей. Сейчас власти заявляют, что международная поддержка им крайне необходима. «Губернатор провинции определит район, и затем мы построим там временное жилье. Мы выделили 2,5 миллиона долларов на строительство от 600 до 700 домов. Планируем возвести их за 40 дней». «Самая острая необходимость на данном этапе – это убежище. Температура в ночное время уже значительно снизилась, и те люди, чьи дома были повреждены, остаются по ночам на улице, в том числе в городе Герат. Они боятся, что их поврежденные дома рухнут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова